так расклад из потока шумновато у меня там немножко немножко детского шума я не знаю что будет вы поняли но нам хочет прийти какая-то информация узнать какие тенденции в нашей душе что происходит куда ведут и так далее как то так девятка пентакли уже радует начала правильно а знаете здесь хорошо же она давайте знаете здесь пошла информация мужчине я прямо слышу в поле и пространстве здесь грусть какого-то короля кубков кубковой части мужчины да так скажем его чувственная часть к вам расстроена и печали на мне идет как потери до потери вас ваших отношений возможностей коммуницировать с вами вот сердечно и вы такая ну как-то идет вот далекая уже даже не знаете не обязательно далекая на расстоянии такое тоже может быть далекая внутренне как-то хотя здесь такая энергия идет еще что в принципе у человек вот у меня сейчас прям считывается хорошо человек просто осознает как бы вот эту потерю какую-то проживает вот этот момент что мне очень нравится эта личность это это девушка это женщина и меня печалит что я как бы не могу с ней взаимодействовать так как мне хочется вот такое знаете и почему не можешь и вот этого ценность осознается в моменте вот этого расстояния или невозможности взаимодействия там по-разному до разные причины как вот в любом случае здесь просто вот эта энергия состояния мужчины передается здесь поле прям трансляция этой какой-то грусти но она знаете такая не такая прикольная по-своему потому что она здесь какая-то не агрессивная не такая какая-то ярая как с принятием идет вот это состояние знаете такое состояние принятия и даже где-то уже прослеживается вот этот элемент радости да как бы признание что ли что я люблю признание своей кубковой части что мой кубковый король тот кто влюбляется да тот кто любит внутри меня и так всегда к чувственной к эмпатичной нашей зоне для него ценна эта женщина понимаете он этому радуется что как-то даже знаете у мужчины идет что но давно не было влюбленности как бы это было так странно непривычно или еще что-то но все таки это здорово вот такое уже знаете осознание здесь как-то уже нету боли на такое ощущение что была вот в прошлом было как-то вот более это какие-то страсти мордасти в общем внутренние муж внешне и у кого как а здесь такое принятие своей кубковой части посмотрите девятка пентаглина начинает раскрываться женщина как королева жезлов и что да и мужчина вообще очень четко осознает по тузу жезлов свой импульс здесь вот так прям две линии женщина и вот мужчина начинается в основном здесь говорит вот мужчина я прям подключена энергия муж муж мужчины и он вот тут жезлов вот это еще желание осознает а знаете если как бы вы желание рождается из кубковой из чувственной части не само по себе как сексуальное там понимаете да такое вот здесь еще вот в такой игре какой-то там разные могут быть у нас моменты и интересности связанные например с включением сексуальность очень тоже красивые ярко и стратные даже если мы берем такие классные истории но здесь именно из кубковой части рождается вот это движение мужского и естества и желания к женщине к ее огненной части именно да вот здесь прям я чувствую такое объединение невозможно разделить да настолько это сексуальность тоже его чувственная такая и как бы тягучая нежная понимаете там нежность присутствует и вот эта волна и вибрация удовольствие чувственного удовольствия и желание физического и чувственного удовольствия потому что она как бы есть тут или если у если у кого-то был вот этот контакт именно физический до мужской женский то он как бы как идет как в памяти стоит причем даже не столько в голове сколько как застрял но осознался клетками тела так скажем и местами прям идут такие вот вспышки я вот чувствую так раз 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 прям так чук вспышки и даже знаете больше хочется в этом брен она вот как бы сексуальная эта тема но я считываю такую энергию когда в конечном итоге если ты прибежать прибегаешь к этой женщине ты вроде бы как бы ее хочешь да это бесспорно но больше такой трасс хочется ее обвинять там полежать больше вот таких элементов да прям на них идет концентрация сознания и желания как будто просыпаюсь и я бы хотел ее обнимать именно так звезда женщина ведь у меня как женщина звезда и у мужчины смотрите туз мечей принять по тузам пошло до туз мечей его и сознание направлено его как бы мысли постоянно генерирует даже противовес ему какие-то идеи связаны с ней то есть как фантазии рождаются воплотить как воплотить вот это и поэтому вот он я говорила что засыпает и представляет как он ее обнимает как они может куда-то идут ну какие-то вот его базы где все вот это вот чувственно эмоциональное телесное физически и сексуально все присутствует как бы разный набор картин довольно таки глубокий и обширный как бы когда вот все зоны отношений входят но больше вот эта часть где мы вдвоем да не то что мы вот это вот там то будем вместе делать как вот не какие-то рабочие моменты а где вот пара наслаждается друг другом взаимодействие здесь даже идет больше не то что я хочу говорить у него а я хочу с ней взаимодействовать но там может быть и говорить но это не основа да а как вот да просто короче находиться в ее поле пространстве и у нее а главное вот эта звезда у женщины как лучи и вот эти вот очень сильно к нему попадают вот как звезда светит ее видим где бы она ни была неважно ни расстояние не какие-то там препятствия не все что не сушь ну существует между ними на она как-то отсутствует вот когда человек сидит и смотрит на звезду есть только он и и звезда и он ее наблюдает может представить что она его наблюдает на человек понимает что это он наблюдает за звездой вот внутри себя вот этот импульс прочувствуете да когда вы наблюдаете за звездами свою позицию и здесь есть такая как бы и тяга и такое признание и какой-то элемент несбыточности присутствуют потому что он же сам собой вот в этих фантазиях как и мы каждый до когда мы оказываемся фантазии о себе о каком-то другом человеке о своем деле мечте до реализации какое-то то же самое она немножко такая будет или взорная но тут главное уметь вот я что-то на дела переключилась когда фантазию творения видишь увидеть вот эти красоты для творчества это великолепно вот в этой иллюзии увидеть суть что ты хочешь в этой метафоре она же фантазия нам о многом говорит об истинности наших желаний так как связано с женщиной с реализации с этими мужско-женскими тем более отношениями и все такое она настолько мощная это фантазия то сама тебя пугает как код как несбыточность я иногда тоже мне какие-то бывают приходы как будто из моего будущее что этом делаю я в шоке я не знаю как туда дойти это и манит и как бы да но ты такой думаешь офигеть и это и же зачем мне это ну и так далее и вот много бывает вот с реализация сейчас чувство страха такого и ты просто отпускаешь здесь всегда нужно двигаться по чуть-чуть not в реализации когда просто но иногда как что-то прилетит вот такое из будущего так же с людьми это бывает вот у него так с ней так как говорю вот это вот присутствует что-то вот наполненность на мечта настолько обалденная и она в противовес входит в сознание с тем что это невозможно а невозможно почему ну как бы ну дофига почему да вот правда вот потому что страшно поверить вообще что это реально вот идет такое мне очень сильно совпадает с реализацией чего-то мощного крупного когда я двигаюсь к чему-то вот как я сказала очень сильно это страшно вновь и каждый из вас может понять если какие-то проекты тем более начинают и вы знаете что вот вы там да это прям ваша но все равно до конца непонятно и много много всего вы боитесь вот это вот женщина для мужчины такого вот уровня восприятия до но просто здесь идет даже как будто рекомендация не то что рекомендация вот пространство как будто пространство начать что делает пространство в этот момент пространство его выталкивает все равно двигаться хоть каким-то шагом внутри себя я не знаю даже такое ощущение внутри себя понимаете не в реальности даже еще двигаться там что-то а именно блин ну тут уже происходит до признания вот Здесь мы, в принципе, находимся в моменте мужчины этого хотя бы признания. Такое ощущение, что долго его вообще не было. Была мощная борьба, да, по пятерке вот мечей и подвешенной ситуации в этой борьбе. И эта битва просто как в лабиринтах. Ты ходишь в своем сознании, кажется или нет, и всего такого, короче. Да, такая энергия, конечно. И пространство выталкивает из этого повешенного хотя бы маленькие шаги какие-то делать. Да, и что вот происходит реально, если в физическом мире, как сейчас вот на эту ситуацию, мужчина смотрит все-таки, пространство выталкивает так. Ну, как бы учит сделать выбор по любви. Почему открыли чувственного короля? Как бы другие выборы делались почему-то по-другому, больше по страстям. Такое ощущение, что не было, да. И было это непонятно. И да, и многого вот этого и сексуальной тоже присутствует же к женщине. И поэтому, и больше с этого как будто началось, вот идет. И понимаешь, что, ну блин, это, наверное, вот просто страсть. Ну, такая, чуть больше. Потом еще что-то еще. Заняло это время, чтобы осознать, какая-то нахрен страсть уже подзадолбала. Ну, как бы, и потому что это закрыто, оно двигалось все равно туда. Да какая любовь, ее нету звучит. Это вот, ну, такая сила как бы тащила, понимаете. А в карте сила все стихии тоже есть, как бы. Это не какая-то сила сексуальности, можно так сказать, да. Да. Сила слова может быть, понимаете. Тут все, то есть, тут такой набор энергии у женщины, которая мужчину, короче, приручает, да. Вот здесь же и показано, женщина приручает льва. И она его гладит, просто смотрит ему там в рот часто на каких-то картах. Типа, ой, мой хороший, понимаете, подходит так как бы. И все, это такая ручная кошечка. Ну, это лев тут просто показано, да. В карте сила всегда вот этот вот гротеск вообще. Ну, мы понимаем, ну, как я подойду ко льву. А это же внутренний какой-то вот зверь мужчины. И он чувствует, что он приручается. А пока этого зверя никто не приручал, да, вот внутри, это как бы твоя сила. И ты в безопасности, понимаете. Потому что страшно, что это подчинят как будто самого себя. Тебе страшно на начальном этапе, что лев тут будет, знаете, такой безоружный все время. Но по факту ведь здесь говорится о мужской и женской силе, что сила тебя какая может приручить на самом деле льва твоего, если она дотрагивается до этих основ. Например, в мужчине берем, женщина-мужчина, да. Женщина дотрагивается до этих основ. Она же успокаивает льва. Лев тут не перестает быть. Тут нет такого, что лев превратился в барашка, да, например. Туповенько такого и жрет траву на этот. Нет, лев никуда не превращается. Он просто с ней такой. Но для других он все так же лев. И даже это здорово. Ты как бы можешь попасть с женщиной в общем-то в зону безопасности как бы матери. Ну я не говорю, что она обязательно станет мамкой. Но всегда со своей любимой женщиной присутствует зона материнства, где мужчина успокаивается тоже. И любое другое существо. А для женщины важно, вот зона будет вот этого успокаиваться, поддержка мужской энергии, как отца, да. Там тоже включено, там, девочка моя. Вот это вот, это именно уже, там и братская, и отцовская. Там все смешивается в гармонии. Не какой-то отдельный перекос там как. Это так здорово. Здесь так, какая сейчас энергия идет. Идет. Как-то как будто борьба закончилась, идет вот принятие. Здесь сейчас уровень идет этого всего принятия. И если действительно вот так поэтапно, волнами это догонится, как безопасность, да. Когда вот эта женщина мне не угрожает. Ну-ка. Ну пока мужчина закрывается, ну не то, что даже он закрывается прям сам, он тоже закрывается, конечно. Но он реально в этой истории как бы в закрытии находится и так должен находиться, да. И сейчас так и жизнь складывается, и его внутреннее погружение. В четверку мучей я должен быть сам собой. Причем погрузиться, пересмотреть по семерке Пентакли. Все. Я как бы хочу наблюдать внутри себя. Он на самом деле здесь здорово. Он уже на стадии наблюдения внутри себя. Как бы я буду просто спокойно за этим наблюдать. Не то, что я сейчас действую, принимаю какие-то решения. Но тут уже нет какой-то борьбы. Борьбы. Вот выход из повешенного происходит за счет грамотного закрытия и предпросмотра. И все-таки уже на основе выбора любви. То есть появился какой-то элемент, который в нем спал, так скажем, да. И он начинает вот эти вещи чувствовать, я бы так сказала. Знаете, через сердце поступают вот эти вибрации. Да, и видите, все тут этот рыцарь кубков. Все вот это воскресает, воскресает, воскресает эта часть. И это вот прям я сижу, очень хорошая энергия. Мужчина мне очень нравится в этом процессе. В таком гармоничном, да. Такое ощущение, что, знаете, я здесь женщину даже не чувствую, как бы. Мне очень нравится, что женщина здесь сейчас его как бы не дергает. Она как бы, у нее там что-то свое, но она все это приняла, знаете, и она его не дергает. Это происходит с самим мужчиной. Женщина в его поле есть, но она его не дергает. Ее как бы и нет, такое ощущение. Но влияние ее энергии, это и это все присутствует. И все как бы в работе, в его психике и сознании она существует. Но это не совсем выдумка, она действительно присутствует, ее энергия. Они же не просто так встретились. Вот так. Да, очень классно. Женщина не лезет абсолютно классно. Даже мы посмотрим, что же она сейчас смещает. Я вот не лезу, не вижу вот этой женской... Ну, вы поняли, да? Когда же он придет? Когда же он начнет действовать? А такое бывало у нас, раскладок, облак. И тоже можно понять, но здесь что-то другое. А что же женщина? Чувствует сейчас, в этом моменте. Здесь есть связь конкретных энергий. Принцесса кубков. И она точно так же, знаете, идет параллельно. Исследует это вот принц. Они как в паре параллельно идут. Но отдельно. Но друг к другу одно и то же, да? Но дьявол такой все-таки присутствует. Смотрите, держит их на цепочке. Ну, такое ощущение, что сейчас он очень классно их держит. Такой, ну что? Ну, теперь и ты, и она. Ну, вы признали, что вы любите друг друга. Ну, как бы, ну это на расстоянии. То есть они не друг другу признались. Он их еще это держит. Но он уже показывает на этой какую-то зону. Мне какая-то приятная энергия такая идет. Вот, да. Блин, да. И представляете, он как будто я держу. Вот просто. Знаете, так бы люди разрешают, что он такой просто держит. Держите их, чтобы они на друг друга смотрели. Типа сейчас они посмотрят друг другу в глаза 15 минут. Но если так, знаете, в реальности. Но такие упражнения действительно круто работают. И они как бы тук-тук-тук-тук-тук там, я не знаю, как в фильме Люси все скачают и поймут. Но что-то из этой серии. И дьявол по-своему в создании со всеми вот этими вещами, которые с каждым происходят. Причем такое ощущение, что здесь тоже была колоссальная работа проделана с каждым. И сейчас на таком уровне у них открываются глазки и такие вау, типа, внутри себя друг на друга, прикиньте. И спадают вот это вот ограждение друг от друга. То есть завершение какое-то пытаются сделать высшие силы. Вот этого разъединения, заграждения, духовного, главное, душевного. Про физический мир и реальность пока вообще как-то не идёт. Вот это заграждение внутри психики каждого друг от друга. Вот здесь об этом. Это абсолютно внутренние миры. Сейчас только это. И когда это завершится, откроется как бы новый мир. Ну и посмотрим, куда же. Туз Пентакли. Я сказала про физику, типа, нету, да, идёт только этот процесс. Когда он завершится, да, говорю, и откроется новый мир, Туз Пентакли говорит как раз о возможности физическом контакте. Потому что это материя тут же сразу нам выпала, да. Материя как шанс ещё. И что ещё? Что ещё? Интересно. Пятёрка Пентакли, семёрка кубков, да, как вот карта нищеты, так скажем, да, вот этой вот печали тоже и так далее. И иллюзии, но здесь они так связываются, да, что откроется шанс, где вот эти все иллюзии так или не так. И даже, знаете, осознание в этом моменте, что без друг друга как-то холодно, вот так тут идёт. Ну а чё? Ну давай попробуем-ка друг к другу подойти. И каким-то образом вот высшие силы выпадают, да. Ну, Ярофант, он мне сейчас так как бы благословляет расклад. Ну не только, но один из вариантов вот этого шанса, да, под руководством Ярофанта. Вот смотрите, дьявол завершает определённую работу, потом идёт, знаете, выход из вот этого закрытия внутри психики на работе. И как даётся ещё шанс выйти из этого в реальности уже, да. Если вышли внутри оба, да, прошли какую-то работу, то каким-то образом обстоятельства так складываются, действия от друг друга происходят. Ну что-то происходит, да, обстоятельства это какие-то действия, не конкретные, истории абсолютно разные. Но движение внутреннее будет к этому предрасполагать. И значит складывать эту историю под руководством высших сил, понятное дело, это как-то они будут мутить там, да. Идеи будут приходить то ей, то ему, то ещё кому-то, то самому пространству случайности какие-то. Когда как. Вот главное мне показывают, что женщина выходит из закрытости своей, именно тоже, да. Какой-то интересный момент будет. По башне маг, что это? Сейчас немножечко не поняла. А что же вы думаете? Вот правда это знаете, как победа над какой-то магией. Причём как магии, да, знаете, она мне как злошная магия, но кто-то сказал бы здесь вот реально по такой комбинации могли бы сказать там какая-нибудь из пространства кто-то что-то делал, чтобы разлучить этих голубков. Нет. И даже если так, всё равно нет. Сейчас объясню. Это внутренние как бы их моменты, и вот это вот мы сами себя заколдовываем тем, с чего мы боимся и так далее, да, непозволение. Вот там, что я говорила, велась работа. И вот эта вот магия, манипуляция самим собой, да, у каждого была. По какой-то аналогии они засвечивали. Побег от чувств, ещё что-то. Женщина так, мужчина так, ещё нам, мы не подходим друг к другу. Мало ли ещё какие-то приколы, не знаю, короче. Просто вот набор, да, который вот их разъединял и дёргал. Вот эта победа происходит на вот этим разрушителем магом, да, который зловредный, это в нас внутри. Наш маг такой, короче, на страхах основанный, поэтому он сидит там что-то из засады, знаете, внутри боится. Он всё анализирует. Маг такой, внутреннее я, анализатор наш вообще. Тот, кто управляет, манипулирует пространством собой в первую очередь. Вот кривой маг. Причём у неё по женской части по пентакливой, да, какая-то идёт победа над осознанием своей ценности в материи, да, у неё здесь были проблемы. А у него по жезловой теме тоже были какие-то проблемы, имеется в виду. Его, как манипулятора, например, сексуальными энергиями воздействия на женщин, ну, так вот, да. У неё какие-то проблемы с восприятием ценности себя реально как женщине в материи, типа, а мне ничего не надо, там, туда-сюда, ну, что угодно там, знаете, вот, короче, установки и программы. Вот это всё в каждом побеждается реально, да. Ну, вот победа идёт внутренняя, над этими частями работали каждый сам собой. И вот двойка жезлов. Причём мне идёт, что, ну-ка, вот принцесса мечей, да, мужчина воспринимает, вот, как будто они вдвоём стоят, и даже он хочет выйти и направиться к ней. У него яркая направленность по колесничему, да, вот просто ощущение этой победы, после чего-то вот осознание, дьявол как бы прорабатывает тоже признание там чувств, выход, да, да, даётся какой-то шанс, возможность, как-то это всё складывается. И потому что импульс-то уже от него идёт к движению. Вот эта принцесса мечей, это же не она, у него вот этот, что остаётся? Страх, что ли, да, да, император идёт. Страх императора, да, это очень, это же мужчина-император, и поэтому для императора всегда очень страшно, то есть ни их, ни основной страх, что они могут проиграть. Для них это как бы вообще, и даже женщин, понимаете. Как будто такой царь мне никто не должен никогда отказывать, знаете, если взять действительно какой-то султан в прошлом, ну, любую, кого бы он там не захотел, да, даже если она его не хочет. Султан тебе захотел, иди, блядь, сиди там даже насильно, да, в прошлом, понимаете, да, как бы уровень. Ну, если мы так берём исторический, кинематографический. И мужчина такого типа как бы всё равно, и у него страх, что она может ему отказать. У нас по факту это не так, они в одних энергиях туда-сюда, но у него вот это вот, блин, самая такая ключевая точка, которая как вот не уронить себя вот этим, быть этим императором. Ну, это тоже вот как искажение вот этого всего из прошлого, да. Ну, всё равно, да, остаётся в мужчине. Это, короче, его прям головная боль. Поэтому он тоже. Ну, тут мне тоже показывает ещё глубину вот этой вот, вот она, любовь, королева кубков, и он, когда в отшельнике остаётся один на один, а его всё больше туда оставляют. Даже когда, знаете, как его оставляют? Даже когда ты с людьми, ты всё равно раз и отлетел, и ты опять думаешь один на один о ней или о своём чувстве и так далее. А ты в этой истории, блядь. И это как десятка мечей находиться без неё. И он всё больше понимает вот эту бессмысленность жизни. Ну, как бы смыслы вроде есть, но вот энергии на эти смыслы нету. И всё они как бы... И ещё как жрица, представляете, тащит. Вот эта королева кубков сожрится, это капец просто. Он старается изо всех сил, ничего, он короле, там, даже как бы и прошлого пока. Больше так же, как и прошлого показывают перед вот этим принятием, ага. Как у него всё происходило. Пятёрка. Борьба внутренняя нереальная. Желание вырваться в лёгкость, да. Вот у меня здесь туз кубков идёт вот сюда. Как бы желание вырваться в лёгкость. Какую-то наполненность хотя бы как была. Но она уже не может быть как была, потому что вся эта кубковая часть туда перее... Ну, с этой женщиной как-то замутилась сама по себе. А его кубковая часть до этого в жизни, до неё, вот мне показывают. Была лёгкая, нормальная, по кайфу мне тут, там, в девчонке тут дружба. Там ещё что-то движ какой-то, там, в делах ещё что-то. Что-то радовало, наполняло. Нормально. Ну, это страшный суд, это по судьбе, это просто трансформация для каждого очень глубинная, мощная и просто. Ну, здесь у меня большой, очень сильный акцент идёт на мужчину. Там женщиной тоже, но тут на мужчине идёт акцент. С женщиной вообще такое ощущение, там вообще всё очень классно, как бы. Ну, тоже есть, конечно, моменты, я говорю. И вот когда в нём вот этот вот, знаете, через принца мечей, он, кстати, принц мечей помогает вырваться. Он как по-подростковому, он да похрен, как подросток там нарушает все правила, забьёт на этого взрослую фигуру внутри себя императора там, который и замутит что-нибудь. Знаете, тут надо бухнуть, как в юности, да, и просто там что-нибудь загнать, пофигу на что. И вот получается, рыцарь мечей, он даже по-своему, как бы, вот пронесёт вот это знамя смерти этого императора. Ну, для того, чтобы начать действовать по страшному суду, да. И тогда будет солнце, никуда он не пойдёт, он даже не просто останется императором, он, наконец-то, им встанет. Солнце над ним зайдёт, сила, лев, знаете, оживёт, солнце на ним зайдёт, и император никуда не упадёт, а наоборот. И даже если ему откажут, он почувствует в этом моменте, вот даже правда, всё равно, что он мужчина, умеющий делать любые поступки, которые он захочет.